МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Призраки прошлого Автор рассказа Николай Беляев Ветер выл, неся в лицо мелкую и почти несоленую балтийскую водяную пыль. Николай постоял на галечном берегу, задумчиво глядя на серую рябь Ирбенского пролива, покрытую кое-где барашками пены. Столь же серое небо, еще не очистившееся после ночного дождя, было кое-где перечеркнуто наклонными темно-серыми полосами, идущего вдали ливня. Коротко пиликнул мобильник. Николай взглянул на экран. Мобильный оператор услужливо сообщал, что роуминг переключился с Эстонией на Латвию. Забавно, подумал Николай, возвращаясь к оставленной на дороге машине. Прежде чем сесть за руль, еще раз взглянул на два почти одинаковых камня-обелиска в десятки метров друг от друга. Надпись на одном со звездой гласила, что именно здесь в 44-м году было окончательно сломлено сопротивление немецко-фашистских войск в Эстонии. Второй силуэтом железного креста был посвящен погибшим немецким солдатам. Мотор заурчал. Машина неторопливо покатилась дальше к маяку, туда, где Рижский залив встречался с открытым Балтийским морем. Оставив машину у сарайчика, на двери которого была укреплена заламинированная схема Ирбенской артиллерийской позиции, Николай опять вышел к морю. Недалеко от воды лежала перевернутая лодка, похоже, даже целая. Вдали ветер лениво крутил лопасти ветряков. Их в этих местах множество. Ирбенский пролив представляет собой словно огромную аэродинамическую трубу. На берег плеснула очередная волна и откатилась, оставив за собой хлопья пены и плавник. Блеснули меж облаков первые лучи уже поднявшегося солнца. Николай прошел вдоль берега, мимо двухэтажного дома. Издали маяк казался пристроенным к дому, но на самом деле стоял от него в полусотни метров, одинокий и величественный, и в отличие от виденных в России, выкрашенный не в красно-белые полосы, а белый с черной верхушкой. Конечно, это уже был не тот маяк, что стоял здесь тогда. Тот сгорел еще в 1917. Вдаль убегала длиннющая, изогнутая песчаная коса с завалами камней. При желании можно было уйти далеко в открытое море. Со стороны Финского залива стоял на якоре, ныряя на небольшой волне, маленький рыбацкий катер, на вид очень старый. Наверное, такие же бороздили эти воды тогда, почти сотню лет назад. На западе тучи понемногу расползались, открывая ярко-голубое небо в клочьях светлых облаков. Морю возвращалась синева. Вокруг ни души. Наверное, еще слишком рано, еще нет и девяти утра. А этой глубинке чужда суета больших городов. До столицы острова города Оренсбурга, ныне носящего имя Кури-Саары, с полсотни километров. Да и он скорее представляет собой сонный курортный городок, особенно сейчас, в конце сентября. Николай вернулся к сарайчику, посмотрел схему. Четыре кружка почти в ровный ряд, крайний левый чуть выше. Да, вот тут они и стояли. Он остановился как раз напротив одного из этих кружков. Четыре 12-дюймовых орудия, огромные дуры на поворотных платформах, с лафетами в несколько человеческих ростов, способные послать полутонный снаряд, на расстояние в полтора десятка морских миль. Он вернулся к машине и поехал обратно, туда же, где стояли обелиски. Недалеко от них, рядом со скамьей, на столбике был укреплен еще один заламинированный лист, старая фотография орудия с выстроившимися на верхней площадке офицерами и матросами, и немного текста на эстонском языке. Нет даже традиционного английского перевода, это место не относится к категории популярных. Туристы сюда забредают довольно редко. А вот и оно. Залитая бетоном площадка, над которой на метр возвышается бетонный же усеченный конус с кругом ржавых дюймовых шпилек поверху, бывшее основание орудия. Николай с разбегу взобрался наверх, прошел от края до края метров шесть, а то и больше. Где-то здесь рядом проходила узкоколейка, по которой подвозили боеприпасы. Каждый снаряд метр полтора длиной, такие руками не потаскаешь. На лафетах орудий были кран-балки, позволяющие поднимать снаряды с тележек и закладывать их в казенник орудия. Сейчас, когда прошла почти сотня лет, все вокруг поменялось. Многочисленные кусты скрывали землю, наросло множество невысоких деревьев. Трижды за прошедшее время по этим местам прокатывался огненный вихрь. В 1917-м, в 1941-м и в 1944-м. Но тогда, осенью 1917-го, ровное поле и стоящие на нем четыре орудия. Никакого прикрытия. Брустверы далеко не везде, их просто не успели построить. Батарею создавали в спешном порядке. Строили ее лихорадочно с осени 16-го по весну 1917-го года, чтобы прикрыть минные заграждения в Ирбенском проливе, не дать германскому флоту их вытрелить. И это дало результат. До осени 1917-го года путь в Петроград для германского флота был закрыт. Финский залив, закрытый минными заграждениями и батареями на Наргении Поркала-Ут, запечатан наглухо. А здесь с юга путь стерегла вот эта батарея на мысе Церель и собранные сбору по сосенке морские силы Рижского залива. Два древних броненосца, несколько крейсеров и россыпь эсминцев, против которых Германия выставила почти чудо техники. Мощнейшие линкоры, уже выдержавшие испытания британским флотом у Ютланда. А путь на Петроград под замком? Рига уже захвачена германскими войсками, но в Рижский залив германский флот не войдет, пока цела 12-дюймовая батарея на мысе Церель. Такие пушки Николай видел. Конечно, не те самые, а похожие. Их осталось три. Три орудия на железнодорожных транспортерах, снятые с линейных кораблей, времен Первой мировой. Одно на форте Красная Горка, второе в железнодорожном музее на бывшем Варшавском вокзале, третье забралось дальше всех от последнего места службы, в Москву, на поклонку. Огромный лафет, пробитый заклепками, многометровый ствол, который у основания не охватить руками, поражали воображение. Он закрыл глаза. Казалось, мир вокруг провалился в прошлое, и сквозь завывание ветра проскальзывает ляск поворотного круга орудия, стук роликов, идущих по кольцевому погону, закрепленному на этих самых, но еще не ржавых шпильках. Нос словно ощутил запах разогретой смазки, сгоревшего пороха, пота солдат и моряков-батарейцев, дыма, вырывавшегося из трубы паровозика кукушки, подвезшего из погребов очередной выстрел. Снаряд парит в воздухе, подвешенный на цепях, над казенником орудия. Несколько пар рук направляют его. Огромная стальная чушка ложится на направляющие подачи. Лоток загружен! Массивный шток гидравлического прибойника загоняет снаряд в казенник. А на освободившееся место уже готов лечь цилиндрический пороховой мешок полузаряда. Есть заряд! Затвор! Блестящий от оружейного масла поршень затвора выезжает откуда-то сбоку и с разгона вдвигается в ствол, запирая снаряд. Матрос замковый в грязной робе быстро крутит маховик. Затвор! Стоп! Четвертая готова! Орет в телефонную трубку прапорщик с покрытым копотью лицом, сдвинутый на затылок мичманки. В ушах словно сам собой звучит усталый голос тезки командира батареи к авторангу Николая Бартенева. Прицел 76! Целик 50! Залп по два! Где-то там, вдали, Ирбен. В 7-8 милях ползут силуэты кайзеровских линкоров, огромные туши, способные в один миг послать сюда по десятку таких вот снарядов из башен, укрытых за четвертью метра брони. Против них всего четыре орудия без броневой защиты и бетонных капониров, на ровный, как стол равнини, поросший редкими деревцами и куцым кустарником. Даже погреба почти не защищены. Бомбежка в начале сентября накрыла один из погребов и смерчем огня как слезнуло почти сотню человек. А за спиной разрываемый войной остров Эзель, на который несколько дней назад высадился десант кайзеровских войск. Отлично одетых и экипированных с автоматами и огнеметами, с поддержкой многочисленных шпионов среди местных немцев. И тонкая линия обороны полуострова Сворби, давно уставшие от войны солдаты, когда-то императорской армии, вооруженные одними лишь трех линейками. Пулемет за счастье. Солдаты, многие из которых давно не понимают, за что воюют, царя уже полгода как нет, остались лишь вера и отечество. И Петроград, в котором нарастает что-то новое, неизведанное, в котором творится история. Но творится она и здесь, потому что, прорвись германский флот в Рижский залив, на следующий день он будет в еле защищенном Монтзунском проливе. Аказеровская армия с поддержкой флота почти парадным маршем рванет на Ревель, на Ямбург, на Петроград. Огонь! Звучит в телефонной трубке. Лишние люди давно уже отбежали от пушки и укрылись в окопах. Почти не слышно и в то же время почти вырывая барабанные перепонки звучит выстрел. Ствол орудия выбросив у среза сноп пламени и порохового дыма аж приседает назад, доставая казенникам чуть не до бетонного круга. Гидравлика со свистом возвращает ствол на место. Бухают первое и третье орудия. Батарея стреляет парами. Где-то далеко у горизонта встают столбы воды, видимые сейчас лишь с дальномера на командном посту, единственном более-менее укрытом в бетон месте на батарее. «Лево 10! Больше 2!» звучит в телефонной трубке. Медленно, мучительно-медленно ползет ствол вдоль горизонта. На ту жесть солдаты и матросы толкают от подъездных путей тележку с очередным снарядом. Все накрывает свист. Летящих снарядов не видно. Есть только этот давящий звук, сменяющийся тональностью, даже не громкостью. Взрывы. И земля, взбаламученная ответными снарядами с линкоров, встает стеной. Николай очнулся. Тишина только подвывает. Нет ни гидравлика, ни летящие снаряды. Воет балтийский ветер. Никого нет. Пустота и тишина. И бетонный круг, на котором давным-давно нет орудия. Николай проехал по укатанной грунтовке вдоль линии орудий, посмотрел на оставшиеся бетонные заграждения, на остальные бетонные конусы. Поставив машину на стоянку, прошел на территорию музея, закрытого в этот ранний час. От стоянки территорию отгораживали старые мельничные жернова, помятые корпуса морских мин и ржавые поплавки параван-охранителей. Под вывеской музея приколочен насквозь проржавевший скелет трехлинейки, может с Великой Отечественной, а может еще с той Первой войны. Прошелся под деревьями мимо указателя с надписью «Позиция» к основанию первого орудия. Они задержали германские линкоры всего на один день. Этот день оказался решающим. Героизм солдат и моряков у аресарской дамбы, мины, выставленные балтийцами, бьющаяся насмерть на Кассарском плесе. Минная дивизия, сражавшаяся до последнего броненосец «Слава», закрывший своим телом фарватер Маанзунского пролива, сделали невозможное. Германский флот к Петрограду так и не прорвался. Захватив острова Маанзунского архипелага, Германия выдохлась окончательно, никак не думая, что получит столь мощный отпор от разрозненного и, как они думали, неготового к борьбе русского воинства. Николай вернулся на дорогу. Еще раз посмотрел на маяк вдали, на виднеющиеся среди густой травы остатки укреплений. Сюда стоило приехать через всю Ленинградскую область и всю Эстонию ради того, чтобы вспомнить и почувствовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова